здравствуйте дорогие зрители гости моего канала меня зовут юра и мы продолжаем играть игру замечательную игру назад будущее уже третий эпизод много времени прошло как много времени на 1 недели 2 можно чуть больше с тех пор как я записал последние две последнюю серию второго эпизода на нас настигла жутчайшая просто жара я даже не знаю сколько там на улице было пацан явно больше 40 в тени показывает 35 и даже больше в комнате было вообще жуть духотища проветривает никакого смысла не было кондиционера нету и в общем я не знаю не хотелось вообще запускать компьютер который еще больше прогревает этот воздух сейчас немножко легче стало поэтому с нетерпением начинаем третий сезон второй сезон закончился на том на чем же он закончился а вспомнил что даже последняя серия называлась новая реальность потому что реальность действительно стала новая все-таки наш дорогой эмит браун стал неким властителем в хилл вели если я не ошибаюсь называется небольшой городок ну что ж ладно так сейчас засеку время посмотрим что нам предложит новая игра данное задание блин как я хотел как я хотел опять вернуться в этот мир продолжить играть и наконец-то моя мечта сбылась я выполняю общественную работу за вандализм чё вот диваха блин у тебя он это колготки уже порвались ты чё чиха щет всем двинулась ай по барабану там машина летает на суши там heavy metal rock так ночью назад будущее эпизод 3 гражданин браун калаш такой получился что типа браун держит свою машину собственно какой хореограф а это наверно хореограф учил ту бабу там танцевать она кто и колготки порвал так интересно а не я понял это у нее такой особый стиль я не понимаю эту фразу про вандализм может то пояснит дождь не беспокойтесь у нас все под контролем rise and shine мистер фриман соус гейт южные врата так ну что нам надо как то выбраться ты машина не волнуйтесь я в полном порядке меня спас рекламный щит ну отлично так сигналить я не знаю какой толк так какая у нас там цель то выберитесь за разбитые машины логично я должен выбраться из этой ловушки ну сейчас разберемся так окно а маловато а я не знал что дурион это окно открывается так интересно биби дай ей до лампочки нее ты глянь что-то услышала зеленоглазая о какого черта эй вы не могли бы what the fuck это дженнифер это вот с подранными колготками хипстерша это дженнифер не я понимаю что не хипстерша какая-то блин общем металюга хитрая так ну ладно побазарим дженнифер помоги мне мартин это ты а это что делориан ну да делориан ну да это делориан а что же это еще может быть блин как ты ухитрился влететь в рекламный какая тебе разница просто помоги мне ладно угу сейчас залезет блин и поможет точно а хлоп хлоп сейчас прилетут воронки и заберут его за хлоп это не смешно дженнифер ну это изменилось ты выглядишь так странно так положено одеваться всем нонконформистам нон что я не имею ввиду к чему ты клонишь вся другая одежда что это на тебе надето джен ты выглядишь как будто меня все достало а ты наблюдательный я собирался сказать панк а таких как ты никто терпеть не может а украина ахахахахаха залашала вообще блин залашила смысла так все другая прическа чё что я всегда пользуюсь этой краской для волос ты вообще больше на шлюху щас похоже блин ну иди щас на эту на 100 метровку там или цирка там какого-нибудь здания какие отношения я не понимаю с этой блин я больше не собираюсь с тобой спорить мы уже спорили об этом раньше полагаю ты меня переспорила ладно неважно мне нужно выбраться из машины отличная идея ну чё ты щас не поможешь вообще да будешь вот так вот стоять и пыриться у меня чувиха ладно ну какое какое сегодня число что об этом я у тебя должна спросить похоже ты ударился головой просто скажи какое сегодня число дженнифер пятнадцатое а год тысяча девятьсот восемьдесят шестой о господи господи этого не может быть как говорится а щас и чё ты делаешь вряд ли ты оценишь но я вношу свой посильный вклад в развитие на уборщице там работаешь и вообще как подобрать правильное название для этого трюка с рекламным щитом и где ты вообще достал делориан ты его угнал ну все довольно запутанно не сомневаюсь я вот тут задумался выбор невелик помоги давай ты не поможешь мыслить почему бы тебя просто не спрыгать я сверну себе шею и и да я вообще до лампочки все что-нибудь полезное а веревки у тебя нет не а у меня есть только этот ржавый баллонный ключ который я нашла на земле баллонный ключ ну давай я думаю сгодится китай сюда ну а меня у болanders а я не пусть у них не имеет ну так дай мне пожалуйста баллонный ключ баллонный ключ это железная фигню которая делала конечно как только ты мне предложишь что деньгит своего дженнифер пожалуйста это не игрушки эта штука для колес тебе действительно нужна сейчас да тогда предложи за нее что-нибудь стоящее что баксов блин то пошла ты блин достала сейчас пырится будет на фа-фа аккумулятор сел тащу у меня в инвентаре фоточка фляга и нафиг не нужно что доводил свою фотографию ищет один на как будто я намерен поведать всем что новый я не способен никого газетка и нафиг не нужно а и может фляга нужно точно 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 выпивоха блин на бухай на это все что у меня есть кис-кис выпивка да давай сюда ну точно шлюха ее воняет подмышками и самогоном ирвинг малыш таннон гангстер где ты откопал это длинная история может просто отдашь мне ключ но сначала ключ брать нормальная душа с машину попросят так отлично что дальше ты чё делаешь так жалко ну ладно ну правильно хоть книжку забрал извините ваше дурачество мой долг перед обществом выполнен удачи с автомобилем можешь завещать его большому брату но не жди что твоя попытка привлечь внимание как то повлиять на наши отношения что не меняет послушай дженнифер мне кажется нам нужно кое о чем поговорить кстати не подбросишь до города да нафига на все надо у него вон колхотки порваны щебродка какая то я уже сказала тебе все кончено макфлайд я не собираюсь встречаться с таким лопухом моя девушка считает меня лопухом ну всегда это я считала не могло быть еще хуже ведь 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 да блин трендец делориан все еще раздолбал такую машину кому рассказать никто не поверил да да ага еще еще давай да ломай молодец да мне бы сейчас очень пригодилась твоя помощь не беспокойтесь у нас все под контролем все окей у нас надо только искать блин что делать ничего не делать только искать через стену надо пробраться чак-чак из колеса хотя бы одно из антигравитационных угу так это хорошо не может же эта стена окружать весь город или может еще как может если док это устроил то так ворота интерком и как черт возьми туда пробраться он камера ну ноль реакции никто не смотрит на так сейчас позвоним интерком проверка 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 раз 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 кто это прекратите баловаться с интеркомом оу эм вы можете меня впустить вход в город для посетителей только че о северные ворота я не собираюсь обходить весь хилл вэли должен быть другой путь вот уже ленивый ну елки-палки ну можно было побойти ну конечно не с такой скоростью астакат это ну а здесь так реально ой 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 все тоже стена не может же эта стена да может может мы мы поверим так разбиты туры ну что там что есть 15 мая 86 дата вроде бы правильная на дасток все это не к добру так ну может колесико получится отбрать она буквально на соплях держится ну так может у меня есть она такой у меня баллончик есть хорошо что не отдал эту дурю так хорошо это может пригодиться а теперь думай марте дом так должно быть эти провода торчащие затвалившегося колеса служит для подключения питания ну да так аккумулятор может дергаем я уже второй раз в дребезге разбиваю машину времени дока наверное мне все таки лучше не садиться за руль вряд ли я удастся восстановить надеюсь тут хоть что-нибудь взлело так ну еще раз ладно что еще раз амбалу не кота нету болонечка болонечка то больше это бред при себе стоп 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 мистер фьюжен что не хватит знаний чтобы починить ядерный реактор интересно на все еще на гарантии гарантии ты что думаешь что док эмит браун давал какую-то гарантию какая-то чё я же говорил о ком это дохлый вообще 12 вольт стоп это же аккумулятор наверное его установили в 2015 вместе с реактором заряда еще полно но отлично в кармашка так давайте глянем на щит на лавка очень ловко марте что а смысле что дырку пробил ну ладно это надпись меня вообще честно говоря ты давай побыстрее марте двигай поршню то полгода сейчас будет гулять так посмотрим красный на плюс черный а откуда ты знаешь вот это да интрудер интрудер еще полетела у космоса ну так давай посмотрим какую кошмарную альтернативную реальность я угодил на этот раз да она вообще какая-то цензурных слов не хватает что здесь творится долго грузимся ладно марте тут нечего бояться это всего лишь альтернативный хилл вели превративший мою девушку в уличную хулиганку это не означает что по нему да она не уличная хулиганка она уличная это самое за щеканша не забывай нужно найти дока бедняга марте прикинь так вот жить жить осознать что твоя девушка на панели все какие то есть от на этих на машинках для гольфа это что вообще такое тоннера последний писк модами страшно какой чувак этот долг община хилл вели ленина здесь не хватает со сталина там кто там еще 3 было не был блин геевка на разводилась еще такое ты это чё полицай бюро дисциплины чисто ничего сюда грязно может то они все кончены делаю что здесь творится что здесь произошло да это просто вообще что-то немыслимое я просто в шоке не эта серия реально реально блин крутейшая мне уже нравится я только сколько тут 15 минут ну вообще поражается воображение так это и камера уже заметил заперинговала мой хилл вели никогда не выглядел так здорово ну так вдруг постарался с помощью этой самой куда идете гражданин не забыл уже мистер паркер для тебя офицер паркер мартин что это на тебя надето это сегодня четверг да четверг положено носить рубашку пола ты не соблюдаешь форму одежды еще кончено что ли все должны знака вызываться по четвергам это нарушение а в пятницу чё зайчика шо ли в костюм одевать его ты добиваешься гражданин рубашка пола ты с луны свалился гражданин подними к руки ноги на ширине прячь наркоман что ли не шевелись нас сейчас арестуют ничего что на тебя сегодня наш ломок на счету два года не было в городе если не ошибаюсь так ну животрепещущий вопрос чё с каких пор вообще же мифер на панели оказалось да она просто стала зарабатывать много денег у меня там искусство я знаю кроме этом искусство и чё обыск чё меня обыскали просто облапал и не помню обыскивали думаете я ношу с собой оружие запрещенные предметы запрещенные предметы наркотики спиртное сигареты жвачка собаки как будто ты этого не знаешь макфлайн незнание городского указа 2 жвачка наверно какая-нибудь такая необычная так 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 ну и чё ты там я вообще не помню кем он был то что то я не помню что мы встречались прошлых сериях полицейский я думал вы торгуете обувью ты что накурился я всегда был полицейским как и мой отец насчет выпивки и этих секрет вообще совершенно правильно что это запретили ящик я так считаю так но у кого вопрос где там брауна то есть и где можно идти до к гражданина брауна ты же вроде прилежный студент как думаешь где он должен находиться в это время работе правильно кабинете в здании суда интеркома случай так ладно все за драутами не жраты ты еще будешь устраивать нет что нет нет правильно гражданин корзина корзина вы смотрите блин корзины реально я хотел посмотри ну ладно с курсами гражданин собрались что-то выбросить убедитесь в том что выбран правильный контейнер хилл или гордиться развитой системой переработки отходов да они кроме цены ничего не не так а и а а может быть янтарное стекло между ними я и а и каждую перерабатываем упаковку встроен микрочип дебилы так ну ладно давайте обойдем здесь посмотрим что здесь вообще творится майн свой полицай райфир гренадир так что здесь расскажут вы находитесь перед зданием суда хилл вэлли первоначальная постройка была возведена в 1885 году через двадцать лет больше хилл вэлли вошел в состав еще один онштейн как живой что в здании суда размещается администрация города в период восстановления сан-франциско после землетрясения 1906 года оно также использовалось в качестве приюта большая часть населения хилл вэлли потомки выходцев из сан-франциско переехавших сюда после той ужасной катастрофы в 1976 году по проекту реконструкции центра города здание суда было впервые перестроено на хилл она пристроена в которых дополнительно разместили сто двадцать восемь офисов нафига себе а вот новый кабинет мэра в час присмотритесь и на новом фасаде выполненном по последним мировым тенденциям вы заметите сохранившиеся элементы исторической части здания ага ну там я вижу уже историческая часть здания блин экскурсовода озвучила кто одно что ли нашим родная министерство туризма странами нас вообще министерство спорта и туризма да я и сам провести здесь свой отпуск ну тоже верно чё у нас тут most wanted а магазин стиляга и но и и и и и об электромобилях, интегрированных в городскую электросеть, или о подведении изгородей с датчиками движения, все основные нововведения в городе осуществляются под руководством Air Brown Industries. Управление потоками пешеходов, неусыбный контроль за гражданами, технологии космической эры, позволяющие поддерживать в городе чистоту и порядок, все эти выдающиеся разработки не только превращают Хилвэлли в жемчужину современной цивилизации, Air Brown Industries также экспортирует идеи и технологии в другие города по всему миру, один из которых Сингапур, скоро станет нашим городом побратимым. Нормально. Ой, блин, Омин, что ты тут натворил? Гражданский читальный зал? Гражданский читальный зал? Наверное, такой в любом городе найдется. По библиотеке что-то? Внимание, граждане! Пожалуйста, сообщите все, что вам известно о столкновении запрещенного спортивного автомобиля с информационным щитом у южных ворот. Уже засекли, что Блориан врезался. Так, до мод... Че? До мод... Чего? Я вообще не понимаю, что здесь написано. Гражданский банк. Что не панк? Общий гражданский банк. Не нравится мне, что здесь так часто пользуются словом граждан... Ну, ладно, конечно, постаралась. Вообще, я вам скажу, это полный трындец. Это я не знаю, это даже невообразимо. Блин, нашли два одиночества друг друга. У меня все-таки эмит без бабы был получше. Это просто страх. Ладно, глянем, глянем, глянем. Че там еще? Пусть для нас куда-нибудь еще... Да. Статуя. Ты че делаешь? А? Кто это сказал? Попытка причинить ущерб городской достопримечательности. Указ С-64. Я не пытался ничего причинять. Получите штрафную квитанцию. Зашибись. Уже штраф получил. Зачем надо было трогать эту общую статую? Марти, Марти. Молодец. Внимание, граждане. Напоминаем, что максимально допустимая длина травы на газонах три четверти дюйма. На следующей неделе ландшафтные комиссии будут инспектировать сектора от Е до М. Так, ню-ка к гентрику мы подойдем. В чем дело, гражданин? Ой, ошибся номер. Тотальная слежка вообще. Первый гражданин Браун. Моск Хилл Велли. Человек, обладающий бесконечной мудростью и невероятной творческой фантазией. Ну да. Эммет Летро Браун. Вырос в семье, посвятившей себя служению закону. Он не понимал своего предназначения до тех пор, пока в одиночку не обезвредил опасного преступника Ирвинга, малыша Таннена. Да вы что? В одиночку, блин. Да я не думал, что так будет. В честь которого и была воздвигнута грандиозная статуя перед зданием суда. Гражданин Браун посвятил свою жизнь гражданской и социальной инженерии, превратив Хилл Велли в прототип города будущего. Да они там все наркоманы. Ё-моё, что здесь творится? Господа, просто представить себя не мог. Программа гражданина плюс. Гражданин плюс, блин. Гражданин плюс. Молодец, Март, умеешь читать. Так, ну что, последний экскурсовод. Цитофор горит всеми тремя лампочками сразу. Давайте послушаем. Посмотрите вокруг, глубоко вдохните. Насладитесь прекрасным пейзажем и архитектурой. Вы являетесь гражданами самого социально развитого города в мире. Хилл Велли – это идеальное место для жизни. Уделите немного внимания архитектурному ансамблю. Здание суда с часовой башней. Присмотритесь внимательнее. Вы видите силуэт за часами? Это наш обожаемый первый гражданин Браун прилагает все силы, чтобы уже сегодня превратить Хилл Велли в город. И у него из пуза стрелки торчат. Хорошо, что не на полвосьмого. Ой, на полвосьмого. Браун просит вас еженедельно сверять свои хронометры с щитами на главной башне. Суп-про! Это здесь супчики, да? Шоу на бит. Бесплатные соевые сосиски. Угощайтесь. Похоже, они закончили. Эй, есть кто дома? Эй, ты что, читать не умеешь? А, это ты, Макс Лайд. Лич? Эй, мне что нужно было написать объявление, чтобы ты его понял? Какое объявление? Которое сообщает, что у меня опять. Теперь отвали и дай мне вздремнуть. Чего? Да, вы все здесь, что ли? Супы и прочие. Полезные супы, свежие овощи и соевое мясо. Хорошо, что я не голоден. Ну, блин, как без мяса-шко-то жить еще. Вообще, вообще все вообще здесь долбанулись в этом городе. Так, экскурсовод. Не забывайте прикладывать к одежде табличку с именем. Это не только поможет вам ощутить себя другом всех жителей, но и обеспечит доступ во все три основных района города. Тут еще три района города. Хилл Велли – это первый полностью автономный город, огороженный стеной. В 1966 году Хилл Велли проголосовал за выход из-под юрисдикции штата. Ого! Воспользовавшись лазейками в законодательном и общественном праве, Хилл Велли утвердился в качестве изолированного сообщества, разделенного на коммерческие и жилые районы. В настоящее время Хилл Велли считается самым безопасным и независимым городом в США. Ясно, ладно, давайте, наверное, здесь эту серию закончим. Я вообще в шоке, надо обдумать все это дело, обмозговать столько всего нового. В общем, спасибо, что смотрели, надеюсь, что понравилось. С вами был Юра. Всем доброго, самого наилучшего. Пока-пока.